Добрый вечер, дорогие друзья, уважаемые соседи! Восьмой раз на канале Культурного Центра Вдохновения онлайн-экскурсия Майо Ясенева. Меня зовут Иван Митин и в этом проекте мы с вами виртуально путешествуем по разным улицам, площадям, скверам, прудам, лесопаркам нашего района, пытаемся в этих обычных, привычных, часто незамечаемых в мирной жизни местах увидеть что-то особенное, симпатичное нам, родное, любимое и вообще интересное, сделать из этих мест достопримечательности. Сегодня наша восьмая остановка и эта восьмая остановка будет несколько необычной. Мы в первый раз немножко нарушим собственные правила и сделаем немножко такую вот особую экскурсионную точку, связанную с тем, что у нас предстоит скоро Международный день музеев. К нему мы приурочили сегодняшнюю остановку и вот этот вот самый эфир. В этот раз мы не стали собирать истории наших соседей ясеневцев о конкретных местах, которые мы посещаем, а мы делаем немножко по-другому. Но, впрочем, если вы были на обычной традиционной экскурсии, там, в общем, часто так и происходит. Объект показа, то, что вам показывают, то, что вы видите, не всегда совпадает с объектом рассказа, тем, о чем мы говорим. Вот так у нас первый раз будет в этот раз. О чем же мы будем говорить? Мы с вами отправимся с помощью фотографий в музей района Ясенева. Но рискну предположить, что многие из вас, наверное, большинство даже, никогда в этом музее не бывали. Значит, тем не менее, ему уже сколько? 13, получается, лет. Да, он основан в школе 1694. Значит, мне с группой моих студентов и коллег, которые участвовали в исследовании, на основе которого мы реализуем вот этот проект онлайн-экскурсии, в прошлом году удалось побывать в этом музее благодаря его координатору Жанне Викторовне Науменко. Вот за что и особое спасибо, конечно, да. Вот вы увидите наши фотографии из этого музея. Там прямо, ну, сразу скажу, главная достопримечательность музея, да, это настоящий, подлинный, аутентичный макет района Ясенева, который в Моспроекте первым сделали, да, и по которому, собственно, проект потом наш район застраивался, да. И все стенды вокруг него, все это мы засняли, зафиксировали, и, соответственно, все это мы сейчас, ну, в том виде, в котором нам удалось отобразить, мы вам покажем. Но вместе с этим мы хотели поговорить и о, ну, как-то пафосно звучит, но все-таки о предназначении музея, да, о том, что он призван нам передавать, да, в преддверии, собственно говоря, международного музея, да, и поэтому мы будем, мы собрали истории жителей не о конкретной точки, тем более, что никто из них, кажется, в этом музее не был, да, а истории жителей о нашем районе в целом. Мы спрашивали у ясеневцев, а что для них значит район, какое оно, Ясенево, что в нем примечательного, особенного, за что они его любят и им гордятся, или, наоборот, ненавидят друг друга, таких у нас, кажется, не было, да, вот, и что отличает Ясенево от всех других, ну, например, окрестных районов Москвы, вот, поэтому истории будут как будто бы не связаны с картинками сегодня впервые, с другой стороны будут связаны напрямую. Это, собственно говоря, то, чему посвящен весь наш проект, вся наша онлайн-экскурсия, да, отображению нашего района и того, как мы видим его. Всех слушателей попрошу в комментарии сделать вот что. Вот этот самый вопрос, на который отвечают соседи ясеневцы, которые нам помогали, ответите вам тоже, да. Вопрос такой, какой он наш район, какое оно Ясенево? Прошу вас подготовить не одно, а целых три прилагателя, да. Какой он наш район? Пишите в комментарии, мы с вами попробуем потом почитать и сравнить то, что мы собрали в наших историях, то, что вы напишите, может быть, что-нибудь еще я расскажу. Давайте попробуем сегодня вот такой несложный вопрос ответить. Какой он наш район Ясенево, да. Вот три прилагательных с вас. Ну, а сейчас мы, как я уже и сказал, отправляемся в музей района Ясенево и слушаем истории ясеневцев о нашем районе. Поехали, смотрим. Я бы сказала, зеленый, просторный, с богатой историей, красивый. Вы чувствуете, что ясенево? Современный. Это прям исторический район? Да, я чувствую, здесь богатый историй. То есть это, хотя и спальный район, но это не такая новостройка, где просто понатыкали вот домики-домики-муравейники, и все, здесь есть история, здесь есть прошлое. Ну, вы знаете, одна из вообще главных, отличительных черт нашего района – это простор, который ты когда видишь, и другие люди тоже видят, ты чувствуешь себя свободным. Понимаете, вот простор, что тебя ничто не сковывает, не сдерживает. Потому что город – это же, как правило, ограничение, да, ограничение пространства, заданные какие-то территории. Здесь всегда было и есть, к счастью, очень просторно. Поскольку район Ясенева был построен по проекту детальной планировки группы архитектора Белопольского, то вот этот, скажем, простор, он был в этот проект заложен, и он сохранился. И это отличает наш район от других, как более ранней застройки, так и более поздней. Второе отличительное его качество, или черта – это то, что район, как я сказал, он при строительстве был вписан в природный ландшафт. То есть здесь перепад местности, он сохранен. Никакие площадки не выравнивались, вот все вот как оно было, так оно и осталось, но с построенными домами. Это редкость, на самом деле, для Москвы, потому что везде ландшафт приспосабливается под стройку, он подгоняется, насыпается, выравнивается. Здесь это было сохранено. Еще отличительная черта – очень серьезная наш район со всех сторон окружен лесом. Вряд ли в Москве есть еще такой один район, который тоже был бы со всех сторон окружен лесным массивом. Вот, поэтому я бы вот сказал, что это три, наверное, главных его черты. Ну и потом, как я уже упомянул, это одна из самых высоких точек Москвы. Мне всегда казалось, что по сравнению с другими районами Москвы, поскольку эти районы все 50-60-х годов постройки, казалось, что все дома унылые какие-то все, а Ясенева нравилась вот именно за цвет домов. Желтый, там, розовый даже. Вот, и мне всегда казалось, что какое-то вот все такое веселое, все мне улыбается. Вот. И, естественно, я как бы помню, что очень гордился своим районом. И когда пошел в школу, тогда еще вовсю была советская власть, что называется. И вот я помню, гордился. Вот надо же, советская власть построила такой район, такие замечательные дома, такие прямые улицы. Вот. Но я, мне казалось, что это действительно, это какая-то грань совершенства, что я живу в самом лучшем районе. Я уже себе не представляю жить в другом районе. Мне кажется, что наш район самый лучший, самый красивый, самый чистый. Вот. И, конечно, мне хотелось бы прожить здесь до конца жизни. Может быть, конечно, квартиру побольше бы размеровать, потому что квартиры у нас малюсенькие, в девятиэтажках, кухни маленькие. Всю жизнь пришлось жить и тереться носом со своими близкими на этой маленькой кухне, в этом туалете маленьком. Вот. И, видимо, судьба моя прожить всю жизнь именно в этой квартире маленькой. Никуда не денешься. Но родная и родной Яснево. Если у меня спрашивают, где я живу, я с удовольствием называю слово Яснево. Яснево. И не все знают. Англия, Юго-Запад. Но мне очень приятно произносить. Я вот, знаете, опять-таки, как человек лингвистический. Для меня даже звучание само настолько приятное. А я живу в Яснево на Литовском бульваре. Улица Айвазовского. Это же просто музыка. Музыка даже для моих ушей. Да, я с гордостью всегда говорю. Я бы сюда не вернулась, если бы он мне не был дорог. Это моя молодость. Я получила квартиру 25 лет. Сейчас мне 65. Конечно, это все мое. И, главное, дети все около меня тоже в этом районе живут. Разные адреса, но все мы живем в одном районе. И мне это очень дорог район. Отлично, посмотрели. Ну что ж, я прямо каждый раз, честно говоря, радуюсь, когда слышу, как наши жители ясневцы признаются в любви к своему району. И рассказывают, что они его любят. Вот Саймон тоже, разумеется, наш район любит и ценит. И один раз он даже убегал с балкона. И поэтому немножко его исследовал. Вот. Надеюсь, что в последний раз. Вот. Как-то так примерно, да. Я вижу, что у нас в комментариях нас смотрит Александр Спилак. Привет. Да. Вот. Значит, причастный, вот, о чем он, собственно, и пишет, да, к созданию этого музея. Это здорово, да. Вот. Я надеюсь, что, да, вы не в обиде на то, что мы соединили картинки из музея, да, и позволили всем ясневцам побывать в этом необычном месте, да. Да. Не с историей про то, как создавался музей, вот, значит, а с историей про наш район в целом. Мне кажется, это хорошо отражает то, зачем вообще мы музей придумали, и то, как музей меняется в современном обществе, да. Вот. Мне кажется, это правильно. Вот. Что касается историй про наш район, которые мы с вами хотели обсудить, да, то у нас не так много прилагательных, да, вот. Когда, вы знаете, когда мы говорим с людьми и пытаемся понять, как они сами видят свой район, мы часто сталкиваемся с тем, что в обычной жизни мы даже не задумываемся об этом, да. Да. Ну, район, ну, он какой? Первое, что приходит на ум, он мой, да, родной, обычный, хороший, тот, в котором я живу или что-то такое, ничего более, да. Да. И вот очень сложно всегда человеку, с одной стороны, осознать свои собственные чувства по отношению к тому месту, где ты живешь, а с другой стороны, и одновременно с этим, как бы немножко абстрагироваться, да, и посмотреть на эту ситуацию своего проживания в этом районе со стороны. Сказать, да, я ведь действительно здесь живу так долго, потому что вот что же это такое, что меня держит, да. Вот. И благодарен вот эти, за эти вот три предлагательных, где здесь это, зеленый, ветреный, огромный, да, потому что, ну, это банально звучит, но вот все, по-моему, люди, с кем мы говорили, все говорят, что я сниму зеленый район. И сначала у меня была даже такая идея, что, ну, слушайте, ну, об этом нечего говорить, потому что, ну, все районы зеленые, да, да, но нет, я знаю прекрасный район, даже Москве тоже, которые по определению серые, да, и люди даже гордятся тем, что они такие, да, они именно необычные, необычные свои индустриальные какой-то истории, да. Вот тут эта зелень, она пронизывает наш район изнутри и снаружи, да, получается. Он, с одной стороны, окружен со всех сторон Битовским парком, да, вот, с другой стороны, мы, благодаря проекту архитектора Белопольского, да, вот макет, который мы сейчас видели, внутри кварталах, внутри микрорайонов у нас зеленые дворы, обширные пространства, да, вот этот родник знаменитый, соответственно, да, вот этот вот бульвар Эспланада, да, правда, не до конца доделанный и реализованный, как он должен быть, и так далее. И люди это чувствуют и считывают, да, вот эту черту важную. И то, что вот кто-то из вас пишет о том, что район ветреный, да, это тоже очень интересно, потому что вы слышали рассказ Михаила Казарцева, да, в ролике о том, что простор, вот эта идея большого пространства, да, это одна из особенностей нашего района. И это, как мне кажется, и отражает эту идею. Он ветреный как раз потому, что он одна из самых высоких точек Москвы, да, самая высокая формальная в границах ясеного теплого стана, вот, и он при этом имеет широкие бульвары и улицы. Вот поэтому, когда мы говорим, наш район ветреный, это, это неплохо, мы наоборот этим гордимся, да, потому что мы понимаем, почему это, что в проектировочных решениях этому способствовало, что в особенностях природного ландшафта этому способствовало, да. А говоря об этом сейчас с вами, мы понимаем, как это отражается в нашей сегодняшней повседневной жизни. Выходим из метра, увидим, так вот же он, этот ветер идет. Я даже на балкон сейчас выходил, когда в начале нашего сегодняшнего эфира, да, и тоже слышал вот этот ветер везде. Не знаю, надеюсь, что вам звуковые шумы от этого ветра не мешали меня услышать. Вот, поэтому сегодня мы с вами подвели, как мне кажется, в определенном смысле такие предварительные итоги нашего данной экскурсии, да. Семь точек мы прошли, и на восьмой попытались поговорить про весь район в целом. Мы показали необычный музей. Мы продолжаем наш проект. У нас впереди еще несколько экскурсионных остановок, экскурсионных точек. И в следующий раз, в следующую среду, в 18.00, мы с вами отправляемся в Узкое, наконец, на противоположный, по отношению к нашей первой точке, конец района. Вот, так что оставайтесь с нами на канале Вдохновение, на канале Культурного центра Вдохновение. Меня зовут Иван Митин, пишите в комментарии, если вы даже будете смотреть этот выпуск в записи, ваши три предлагания, посмотрим их и еще вернемся к этому вопросу. Вот, как-то так. О, мне говорят, что у нас есть еще одно сравнение интересное. Да, ну вот, да, вот знаете, действительно, наш проект, да, он про то, что все районы на самом деле разные, да. Даже если нам кажется, что, ну, мы мало времени здесь проводим. И вот сейчас мы особенно хорошо это чувствуем, да, те из вас, кто мало времени проводят в своем районе, сейчас мы чувствуем, что вот, наконец-то мы все постоянно здесь в Яснике, да, наверное, да. Так вот, даже если мы здесь мало времени, все равно мы как-то посознательно понимаем, да, что каждое место по-своему все-таки уникально, да. И есть какие-то отличия, и нам нужно только задуматься, постараться и найти их, да. И это поможет нам укорениться, да, почувствовать себя на своей земле, в своем месте, в своей тарелке, наконец, да. Вот поэтому это важно. На этом я с вами прощаюсь. До следующей среды. До встречи на канале Культурного центра вдохновения. Продолжение следует... Продолжение следует...